С нами в жизни происходят постоянно какие-то события. Например, мы купаемся на море, и мы радуемся этому событию. Мы плещемся в море, чувствуем его приятное прикосновение к нашему телу, и мы говорим, о, море, это так здорово, это хорошо. И мы даем этому оценку хорошо. Теперь представьте то же самое море, ночь, шторм, корабль накрывает гигантскими волнами, и он вот-вот может налететь на риф и разбиться, и все люди погибнут. Например, видя в фильме такую картинку, мы говорим, о, это плохо, и даем оценку плохо. Еще другое, солнце. Мы выходим, загораем непродолжительное время, и говорим, это хорошо, потому что на солнце вырабатывается витамин D, и это человеку полезно. Но вот представьте, вы оказались в пустыне, и долго-долго идете под палящим солнцем, и вам негде спрятаться, тогда мы говорим, о, это плохо, человек может погибнуть, он просто сгорит под этими лучами солнца, и солнце уже становится не таким уж хорошим. И так можно приводить кучу-кучу-кучу, бесконечное множество различных примеров, когда одно и то же событие, ситуация, действие мы оцениваем в одной ситуации как положительное, а в другой как отрицательное. Но все это только лишь в нашей оценке, хорошо и плохо. Что же делать, чтобы перестать оценивать? И зачем нужно перестать оценивать? Для того, чтобы перестать оценивать, необходимо начать в ситуациях, в которых вам кажется, что они для вас отрицательны, находить что-то положительное. В ситуациях, которые вам кажутся положительными, нужно находить что-то не очень положительное. Таким образом, мы будем соединять плюсовую и минусовую стороны одного и того же события. Мы будем соединять то, что нам нравится, и то, что нам не нравится. И таким образом, мы будем получать из двойственного мира целостное состояние. А целостное состояние дает нам уравновешенность. А уравновешенность приводит к тому, что нам из этого состояния легче слышать свою интуицию. И тогда мы начинаем понимать, куда нам двигаться, что нам делать. Никаких оценок. Просто жизнь. Вот как-то так. Но это только лишь мое видение и мое наблюдение в жизни. А вы, послушав это, посмотрите сами, как и что происходит в вашей жизни. И подумайте над этим.